Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Ну, лед тронулся, может быть, и в этой теме. Я однозначно высказывался по этому вопросу. С моей точки зрения, может быть, одно гражданство, так же, как одна мама, одна родина, так и один паспорт. Не может быть двух паспортов. Я снимал об этом достаточно такое большое видео у себя в телеграм-канале Будда Гришна новости. Переходите, друзья, это мой основной канал. Там и политика, и личное, и все вместе. Ссылочка внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Так вот, что, конечно, никто, так сказать, такую инициативу не выдвинул, чтобы, так сказать, было только одно гражданство. Тем не менее, вот что пишут. А россиянам с двойным гражданством хотят удвоить налоги. Понятно, что это давление, которое придет в конечном счете, должно привести к тому, чтобы человек выбрал, да, один какой-то паспорт и, соответственно, там уже платил налоги, защищал. И не только требовал прав, но и нес те обязанности, которые он должен нести по закону перед своей родиной. Вот что пишут. Россиянам с гражданством недружественной страны хотят удвоить налоги. Ну, а у нас, собственно, элита, если можно так выразиться, в основном имеет гражданство, как сейчас мы называем, недружественных стран. Это имеется в виду страны Запада и так далее, да. По мнению авторов инициативы, такая дискриминация поможет сократить число граждан, негативно влияющих на общественно-политический строй. Ну, то есть, у человека паспорт российский, паспорт, например, американский. И, собственно, он там живет, сюда ездит, зарабатывает. Им придется выбирать. Либо здесь платить налогов, значит, в два раза больше, либо выбрать, живет он здесь или живет он, собственно говоря, там. А то имеют несколько паспортов, заявляют, что живут в России, зарабатывают здесь и после каждого концерта уезжают, собственно, к себе туда. Иностранцам, получившим гражданство России, придется выбрать между паспортом родной страны и российским документом в течение полугода. То есть, в том числе, не только отсюда, но и, например, иностранец хочет получить паспорт, он получает паспорт, сохраняет тоже время свой. И в случае чего, так сказать, знает, что он у себя уехал там куда-то на вторую так называемую родину и там можно что-то там пересидеть в сложный момент в жизни страны или еще что-то подобное. Нет, придется выбирать. Друзья, мне кажется, что это, конечно, очень здорово, что в этом направлении какие-то решения принимают, но в целом, конечно, я выступаю за одно гражданство, потому что когда человек хочет получить второй паспорт, для чего человеку второй паспорт, если он живет и у него в сердце одна страна России, для чего человеку второй паспорт? Только с одной единственной целью. Он связывает себя, свою жизнь, жизнь своих детей, родителей, не знаю, там еще, с другой страной. Он там хочет жить, или он там хочет вести бизнес, или он там хочет еще что-то делать. Ну, наверное, есть действительно те бизнесмены, которые... Но мы говорим сейчас о недружественных странах, понимаете, да? То есть я хотел сказать, что бизнесмены, которые работают, например, здесь и там, у них, так сказать, деловые эти, и может быть им... Но нет, даже в этом случае, там есть же не только паспортные какие-то формы пребывания, там, длительные визы, рабочие визы, там, и так далее. А Родина, паспорт, вот, у тебя лежит в кармане, и ты знаешь, что это твоя Родина. Ты прилетел, паспорт, полностью права, обязанности. Я считаю, что так, потому что Родина, еще раз говорю, это как мама. Не может быть двух мам, не бывает такого. Поэтому я не понимаю, какие два гражданства могут быть. Я думаю, что, вы знаете, если сделать одно гражданство, огромное количество тех, кто сейчас их называют ждуны, сидят и ждут, они сразу развернутся и туда, неблагонадежные. И это будет хорошо, потому что останутся только те, кто будет знать, что у меня в душе только Россия. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Еще раз повторюсь, подписывайтесь на мой основной канал Будда Гришна Новости в Телеграм. И приглашаю вас на свой сайт Будда Гришна.ком для бизнесменов, предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотреть, заинтересуют, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.